Ученица гимназии номер 16 Наталья Александрова представит Тюмени на Делифийских играх. Талантливой вокалистке всего 15, а она уже гастролирует по области с авторскими песнями. Участница проекта искусства объединяет сердца, даже успела выпустить с команды альбомы, поучаствовать в проекте «Голос дети». О буднях юной артистки расскажет Мария Шершова. Девятиклассница Наташа из поселка Анохина – состоявшаяся певица. Впервые вышла на сцену в три года, а теперь победитель международных и телевизионных конкурсов, участница кастинга «Голос дети». Ее главное достижение – запись первого альбома под названием «Мы». На счету вокалистки более 50 сольных концертов, гастроли по области почти каждую неделю. Впереди участие в Дельфийских играх. Расслабляться нельзя. Сначала у меня абсолютно ничего не получалось из-за того, что я не могла собраться с мыслями, перебороть свой страх, своё волнение. Но сейчас я понимаю, что из этого нужно извлекать максимум удовольствия. Нужно петь для зрителей. Нужно дарить им радость. Он умеет открываться на сцене, перед публикой. Это очень интересно наблюдать, когда в обычной жизни достаточно спокойный человек и даже молчаливый вдруг становится таким эмоциональным, таким открытым. Времени всегда не хватает. День расписан по часам. Подъём в пять утра, чтобы успеть собраться и доехать до города. После школы подготовка к экзаменам, затем занятия по вокалу. Уже вечером Наташа возвращается в посёлок и идёт в музыкальную студию, которую создали для неё родители. Там она играет на фортепиано. Придя домой, проводит время с семьёй и любимой собакой. Родители долго свыкались с выбором дочери, но решили сделать всё возможное, чтобы осуществить её мечту. Мне бы хотелось, чтобы моя дочь стала каким-нибудь известным врачом, например, хирургом. Пошла по стопам бабушки, так как бабушка у нас врач. Главное, чтобы она была хорошим человеком. Наташа пошла по стопам дедушки. В будущем она планирует поступить в консерваторию и получить творческую профессию. Постоянно радовать зрителей тяжёлый труд. Без визитки в соцсетях никак нельзя. Теперь следить за музыкальными новинками певицы можно не только в Инстаграме, но и на Ютуб-канале. Сейчас у меня очень маленькая аудитория, но я надеюсь, что в дальнейшем она будет расширяться. Я буду записывать как нужно больше различных видео, коверов, авторских песен, чтобы порадовать своих подписчиков. Друзья и одноклассники не завидуют, наоборот, вдохновляются. Если простая девочка из посёлка добилась такого успеха, то смогут и они. Мария Шершова, Алексей Гринко, Тюменское время.